Всем привет! Меня зовут Торрес Лайф и сегодня у нас студия Екатерина Козы-Дуб. Здравствуйте, Екатерина! Привет! Расскажите немножко о своей студии, Сочи Fashion Lab. Ну, что я могу рассказать, что это лаборатория шитья, да, в Сочи, естественно, лаборатория шитья и моды, в которой я собираю людей, которым интересно шить, творить, создавать что-то своими руками и воплощать это в реальном воплощении. Скажите, а вы давно вообще в Сочи переехали и почему такая задумка именно шитья? В Сочи я уже 12 лет. Приехала, познакомилась с мужем и осталась, так как он местный, а я с Челябинска приехала. Желания шить и вообще как-то творить у меня никогда не было. Я вообще далека от этого, я по специальности педагог, экономики и управления, то есть вообще абсолютно. Но после того, как я родила детей, мне захотелось попробовать что-то делать своими руками. Это просто пришло внезапно. Когда вот дети появились, вот кто-то появился, да? Предпринимательская открылась, да? Вывод — рожать, всем рожать! Ну, просто если вывод делаем, что у нас все-таки женщины, которые рожают, начинают работать, но большинство, большинство ситуаций как бы наоборот как-то происходит. Если рожают, то все. А сидят дома и считают, что им работы, ну, никакой работы нету и никак не могут никуда устроиться. Что ты можешь посоветовать таким людям? Ну, что я могу посоветовать? Ну, не ставить на себе крест и пробовать. Для меня шитье стало возможностью успокоиться. То есть дети — это такой большой ресурс, который постоянно вкладываешь, и мне нужно было какое-то успокоение. И в шитье я нашла это успокоение для себя. То есть я весь день нужно выкладываться, там, ну, много проводила времени с детьми. И вот ночью оставалась наедине со своей машинкой и была очень отдохнувшая после вот этого проведенного времени. Меня это, ну, как бы, я до сих пор говорю всем своим ученицам, что шитье — это медитация. Нужно просто сконцентрировано быть в каждом моменте сейчас. А ты где-то училась вообще? Или все-таки что-то самоучка и ютубь и все? Ну, конечно же. У меня есть пару платьев, в которых я вообще шила без знаний. А вот это платье? Это платье я шила сама, но уже пройдя определенную школу. Так вот, возвращаясь к обучению, первое, что я закончила — это был Дом моды, потому что, ну, это было близко. И я училась там. Это в Сочи, да? Это в Сочи, да. После того, как я окончила, я поняла, что мне этого недостаточно. И решила пойти учиться онлайн. Думаю, как удобно, как это здорово. Не выходя из дома, я могу получать суперзнания. Но не получилось. Для меня онлайн не сработал, потому что я не системный человек. Мне нужно место, время, преподаватель. Он смотрит на меня, я смотрю на него. И как бы вот это магия у меня. Я поняла, что нет, я не могу. Сел там, мне показали, а я что такое. Ну, в общем, я не системный человек. Онлайн я отмела и поехала учиться в Москву. И вот тогда, после своего первого обучения в Москве, проучившись там 10 дней в режиме нон-стоп, очень такой насыщенный был курс, я поняла, что я точно открою свою школу. Вот я поняла, ну, когда я начинала... Но ты создавала какие-то свои коллекции и после этого ты... Нет. Ты просто научилась и после этого решила. Да, вот вообще было изначально. То есть я училась, училась шитью и понимала, что я что-то хочу, я что-то хочу. Что? Ну, может много быть абсолютно веер возможностей, он абсолютно широк в плане дизайна одежды. Могу быть дизайнером, хочу там ателье, хочу школу там, все что угодно. Но я не могла нащупать. Ну, именно когда я обучилась в Москве, я вот просто закончила, и я знала, что 100% это будет школа шитья. Меня настолько вдохновил вот сам процесс, когда люди абсолютно разные. Вот мы, ну, я училась, там 10-20 человек абсолютно разных. Они со своей историей, со своим возрастом, со своим там бэкграундом, они собираются в одном месте и творят, и шьют. Меня это настолько впечатлило вообще все, точно. Удохновилась. Да, я очень вдохновилась. И когда я вернулась, через полтора месяца у меня была школа шитья Сочи Fashion Lab. А вот как идея вообще появилась именно школу, и как вообще народ собрать туда вообще? Это же тоже очень сложно, и в Сочи тем более. Честно, я, когда открылась, да, процесс, я не верила, что вообще кому-то интересно шить. Когда я открылась, я думаю, кому это вообще надо шить? Ну, что это за история вообще шить? Но опыт показывает, мы работаем полтора года, и у меня, ну, максимальное количество вот групп, которые я могу запихнуть в свою лабораторию, они сейчас функционируют. То есть у меня нет времени на там ближайшие три месяца даже, чтобы там кого-то туда пустить, потому что у меня время все расписано. А вот как ты все-таки, что ты делаешь для того, чтобы они вот появлялись у тебя? Почему именно твоя школа вообще? Она же как-то в Сочи у нас такая популярная и известная, о нем говорят. И как ты это сделал, и как это добиваться? Может, потому что я люблю это? Может, потому что я душу вкладываю? Ну, вот есть же все равно способы, например, какой-то, как-то вот через рекламу или как, ну, невозможно просто, или тебя просто очень много людей знает? Нет. Сарафанное радио, нет? Ну, я не могу сказать, что я супер популярная личность, ну, мне кажется, нет. Ну, просто вот я люблю это делать, я сами люди, то есть понятно, что они сразу же была полная загрузка. Вначале пришла одна группа, затем они сказали своим друзьям, что им очень понравилось. У меня там 80% людей, которые мне обучались, они продолжают учиться. Те люди, которые пришли вот тогда, я просто понимаю, что этот человек прошел этот курс, этот человек прошел этот курс, ему нужно сделать, значит, еще третий курс. А если он закончил третий курс, значит, ему нужно дать там, ну, я говорю, текстильная вообще промышленность, она может абсолютно там. Ты умеешь шить рубашки, давай пошьем брюки. Умеешь шить брюки, а может быть, пошьем платье, там, а трикотажное, а может быть, костюм. А сшил костюм, отлично, может быть, пальто. А вот как у тебя, получается, вот эта вся идея приходит? Во время, в процессе. У меня ночью вообще генерация идей, я просто просыпаюсь и начинаю писать. У меня вот, о, да, у меня все вопросы решаются. Я там, о, это то, это то, да, так, это сюда. А ты в основном все это одна делаешь или у тебя прям команда какая-то большая? Ну, начала сама. Вот только что мы вот разговаривали о том, как тяжело начинать вообще. Что мне приходилось, да, начать, что я год отсидела на телефонах, потому что я поняла, что мне нужно. Я хочу быть в каждом процессе. Когда мы открывались, я собирала мебель. Когда, там, я мыла пол, когда этого требовалось, там, или что-то подкрашивала. Я сама приходила, там, выбирала, там, цвет стен, там, все, понятно, я была в этом процессе. Потом мне нужно было учиться продавать, рассказывать людям. Я была на телефоне и всем рассказывала. Сейчас я чувствую, что этот процесс автоматизирован, и я больше в этом процессе не нужна. Я могу полностью этот регламент передать кому-то другому. Я, ну, после, там, года на телефоне, я стала, ну, еще училась, 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 и поняла, что я готова как преподаватель. Сейчас я большую свою жизнь, ну, большую часть своей жизни отдаю в преподавание. Ну, вот так вот и сейчас у нас уже команда 7-10 человек, да. Это наша команда, это, там, администраторы, ну, там, СММ, преподавательский состав, там, который постоянный, человек 6, еще преподаватели, которые, там, вот таким наплывом идут. Ну, то есть, там, мастер-класса к мастер-классу, которые пришли и отвели, ушли. Там тоже, может быть, с десяток. Ну, как бы постепенно, постепенно, постепенно. Я просто, ну, как бы проходит полгода, я провожу ревизию такую, там, своего, там. Проверка? Да, там, ну, не как, мы, ну, это не как не проверка, а просто такое мысленное, что. Когда я открывала лабораторию, я знала, что у меня будет три направления, там, ателье, школа шитья, там, мастер-классы. Вот, я это себе концепцию собрала. Прошел год, я открываю книжечку свою, там, там, что мне дает школа шитья, там, ну, там, хороший доход. Ну, прекрасно, ну, в принципе, там. Ателье приносит доход? Ой, нифига не приносит. Закрываем ателье. Идем дальше. Ну, как бы, зачем я буду тратить свой ресурс, то, что не приносит, как бы, какой-то пользы, ну, там, выгоды, там, или реализации. Если по какому-то из аспектов я чувствую, что идет, как бы, продолжение, да, прекрасно продолжаем разговор. Там, мастер-классы. Они не приносят много, там, прибыли, от них практически нет никаких, там, финансовых. Но зато, там, а я получаю от этого удовлетворение, и мои студенты получают от этого удовлетворение. А вот большой финансовый надо было вклад делать, чтобы открыть эту школу. Я, насколько знаю, это находится все-таки в центре, на Новокинской. Ты прям сразу же знаешь, что спрашивать. Это, как бы, такой актуальный вопрос. Люди, если хотят такой бизнес сделать, это очень так важно для приезжих вообще, в том числе. Открыть в центре это вложение же надо какое-то большое. Однозначно, надо. Ну, тут что, тут благодарность моему супругу, который меня поддерживает во всех моих начинаниях. И это, как бы, не касаемо, ну, то есть, деньги, ну, как бы, здорово. Но главное, что я, когда прихожу домой, я знаю, что кто меня точно верит, что у меня все получится. А без этой веры вообще бы ничего не получилось. Это, ну, мой любимый муж, который мне говорит, Кать, я знаю, у тебя все получится. Я знаю, там, все пробую. То есть, у вас такая мощная поддержка. Да, да. То есть, это все благодаря. Я даже, когда делала ремонт, говорила, там, может быть, типа, не надо настолько все дорого. Давай как-нибудь, ну, хотя у нас там все очень просто, как бы, просто покрасили. Я говорю, может, не надо машинки промышленные, они там место занимают, там дорого стоят. Он говорит, ты как хочешь, чтобы ты сама бы в какую школу пришла? Я говорю, чтоб промышленные были. Он вот так и делает, чтоб было промышленной. То есть, его вот постоянно поддержка и направление. Ну, как бы. Ну, у него вообще абсолютно другое направление, да? Да, абсолютно, да. Абсолютно, да. И это, на самом деле, очень круто, когда мужчина поддерживает свою жену. Да. Помощь по детям, там, да. Даже вот эти моменты. Абсолютно. Я у меня засосала в этот бизнес. Он говорит, ну, и все, потеряли, мама. Дети потеряли. Ну, то есть, он нормально реагирует, что дома нету, дети все-таки находятся без мамы. Пожалуйста. Это же, когда легко, когда все-таки муж может. У него же, наверное, тоже своя работа есть. Но у вас есть возможность. А вот тем людям, которые нет такой возможности, как вот? Верю в то, что любовь все-таки, ну, любовь. Разговаривать, разговаривать там. Ну, понятно, что мы там также можем поругаться. И там другие люди, понятно, поругаются. Но поговорить там, а что там? Что сейчас произошло там? А вот так вот, да? Да что не понравилось? Ну, вот то не понравилось. Ну, и дальше. То есть, у вас решается все вообще? Ну, да. Хорошо. А вот курс, сколько вообще идет у вас? Ну, вообще, вот, вообще по поводу обучения. Ну, все это через себя, конечно, пропускалось. Я поняла, что там месяц мало. Там два тоже. И вот сейчас вот такое число у нас три. Три месяца у нас идет основной курс. И вообще все... Вообще в начале вот эта каша-малаша там, что, ой, мы там эту группу запускаем вот сейчас, а еще одна группа через две недели, а еще одна группа через месяц. И вот эта каша-малаша меня за первый год настолько вот... Ну, мне не нравилось это все. Я поняла, будем делать по-другому. Мы учимся триместрами. Мы учимся по сезонам, как природа нам дала. Весна, осень, там зима. Вот у нас сейчас идет там зимний набор, который мы начали в декабре. И как бы в конце... В декабре, январь, февраль. В конце февраля у нас там в начале марта у нас будет выпускной. И все люди, которые сейчас на данный момент у нас обучаются, это уже там 36 человек, которые учатся сейчас, они одномоментно поступили и одномоментно как бы будут заканчивать. Мы им делаем... Ну, вообще, я люблю всякие там activity, тусовочки. Мы им грохаем классный выпускной, где они... И, кстати, вот в этом выпускном у меня новая идея сейчас, что они будут моделями для своей одежды, которую они сами себе сшили. То есть мы им сделаем показ. Когда я видела на прошлом выпускном, как девчонки ходили и кайфовали в своих вещах, я такая думаю, да блин, как классно, если они сами вот ее и покажут. Поэтому мы хотим сделать импровизированный подиум, хотим позвать визажистов в профессиональных. Так что, если кто-то есть профессиональный визажист, нам они нужны. Вот. Чтобы наши девчонок классно накрасили. Конечно же, там фото, видео классное вот это все сделаем. И чтобы сами девчонки, которые сшили себе платья, юбки, кофты, они будут моделями предоставлять, ну, показывать свои одежды. Ну, они в основном приходят обучаться для себя чистоплатье делать, или все-таки для бизнеса дальнейшего? Вообще, настолько вот это разное. У нас вообще абсолютно, и чем дальше происходит, тем дальше, ну, как бы вообще все абсолютно по-разному. Кто-то для бизнеса, кто-то приходит и говорит, я буду дизайнером. Очень мне нравится, что девчонки, там, приходят, там, 14 лет, школьниц, там, вообще, там, 10-11 класс. То есть, возраста вообще любые, да? Ну, да. Но у нас есть такое, что мы вот 10-11 класс. Ну, у нас такой вот пунктик, что… Минимально. Да, потому что мы пробовали работать с более молодым возрастом, но уже тяжелее. У нас к лету запускаются специальные курсы именно для девочек, прям, 11-10 лет. А у вас мальчиков нет? Вот пока ни одного мальчика нет. Так что тоже ждем. Поэтому даже не хочется говорить, там, девочки, девочки. Как-то я все время говорю, студенты, студенты, чтобы… А вот часто такой задаваемый, наверное, вопрос. Не боитесь вырастить человека, который будет потом создавать тоже свою школу и конкуренцию? Не боитесь конкуренции? У-у-у. Я думаю, что конкуренции не существует. Вообще есть Сочи конкуренции? Или монополисты больше здесь? Ну, вот скажи, много в Сочи видеографов? Много. Ты чувствуешь конкуренцию? Наверное, нет. Нет, потому что, ну, все равно каждый человек, наверное, создает все, что ему нравится. И это отдельное видение, я бы сказал, вообще. Ну, я просто видела твои видео, я знаю, что ты в мне вкладываешь всего себя. И я вот, там, если я захочу какое-то снять видео, я знаю, там, что… Ну, там, я знаю, что я захочу к тебе обратить, потому что я чувствую, как ты вкладываешь всю свою душу и все свои знания в это. Ну, я вижу, как ты максимально прям душой это все делаешь. Спасибо. Да. Это прям чувствуется максимально. Потому что, наверное, вот это и должно быть в каждом человеке, что вот искренность. И говорить, что у меня ничего не получается, все-таки должно быть изначально все такое искреннее, да. И тогда люди подтянутся. Потому что ты… Обычно здесь, как бы, у нас процесс происходит, или через сарафанное радио люди приходят, или через инстаграм. По-другому у нас, как бы, негде, да. А у тебя как-то вот просто приходит, да. Все-таки работает же как-то. Ну, может быть, вот, ну, сарафан, наверное, сейчас, да, стал работать сарафанной. Ну, мне прям конкретно приходят, говорят, вот, там, я там от Маши, я там от Даши. А вот какие сложности было вообще за весь этот период? Какие-то сложности были, которые ты расстраивался, и говоришь, все, это все последнее, я больше не знаю. Ну, вот, преподавательски, так как много взаимодействия с людьми, наверное, все-таки люди. Но тоже, с другой стороны, я вот прям вижу человека, я вижу, как он развивается, да, в этом моей… И я уже представляю, какое ему нужно дать следующее действие, чтобы он еще больше развился. Ну, то есть я прям… Мотивация. Да, вот, ну, не то, что я даже мотивация такая вижу, там, у него все хорошо. Получается, я понимаю, что, ой, для него нужно вот это дать, чтобы он еще больше. И, как бы, мне многие дают в обратку, потом обратную связь, что, Кать, с тобой я чувствую, что я постоянно развиваюсь, а мне вот, я вижу, что он может, значит, ему давать нужно. Ну, как бы, бывают такие люди, которые, наоборот, закрываются и говорят, ой, я все хочу сам, я все сам-сам-сам, мне не нужно тут конкурентов растить. Я не так, я считаю, что я все не могу, наоборот. Я вообще очень быстро охладеваю ко всему, поэтому, там, я знаю, что в этот момент ты должна, там, помыть пол, грубо говоря, да, как я в начале это делала. Я это делала, делаю хорошо, качественно, все нормально. Вот. Затем, там, хорошо на телефонные звонки отвечают, да, классно, но я потом, когда я могу этот момент автоматизировать, я снимаюсь. Да, что не автоматизировано, в основном ты делаешь, да, эти звонки? Ну, у меня сейчас есть уже, да, администратор, естественно, что все это он делает. Ну, вот, как вот я говорила, что сейчас я в основном преподаю. Ну, мое основное вот такое вот. Ты, получается, сама тоже так же преподаешь, да? Да. Да. А сколько вот учителей, которые преподают? Ну, получается... Именно платье. Ну, вот шесть человек у нас. Шесть человек, да? Ну, вот конкретно именно по обучению шитья, будем так говорить. Ты прям находила их как-то... Да. Находила кого-то, вот, ты вот спросил по поводу, не боюсь ли я конкуренции, которые там выращу. Ну, вот, Дом моды же вырастил меня, и я вот с Дом моды, допустим, тот преподаватель, который мой был самый первый преподаватель, Наталья, она сейчас у меня в школе преподает. То есть я понимала, и вообще, когда у меня эта идея возникла, что школа шитья, я к ней пришла к первой, и говорю, Наташ, я хочу открыть школу шитья, ты как со мной? Ну-ка, она говорит такая, блин, конечно, с тобой пошли. Ну, как бы вот так вот, и мы сейчас до сих пор с ней, и она моя правая рука. Я знаю, что там все там какие-то важные решения, я, ну, как бы с ней... У тебя есть такое лидерское вообще, чтобы потянуть за собой людей, да? Ну, это, наверное, да. Потому что, ну, не каждый может просто взять народ и за собой потянуть. А вот скажи, сколько обучение у тебя стоит? Значит, обучение стоило 25, а со следующего потока у нас подорожание, мы делаем обучение 29, вот. Кстати, сейчас у нас идет розыгрыш, 10 тысяч рублей мы разыгрываем, что если человек там... Скидка, да? Да, это будет 10 тысяч скидка на обучение тому человеку, который напишет, почему он хочет. Это мы уже не первый раз, я вообще люблю делать подарки. И если человек действительно, да, хочет там научиться шить, он просто должен вдохновенно написать о том, что я хочу научиться шить и учиться шить именно у вас, потому что там то-то-то-то-то. И, ну, как бы много у меня... В каждом потоке вообще какую-то часть я пытаюсь отдать, ну, как это, ну, не благотворительность, а просто вот, ну, если человек реально хочет, у него есть возможность к нам поступить. А вот когда начинали, сколько стоило? Или ставишь, что цена не менялась? Не, менялась. Первые продажи вообще были, там, по 15 тысяч курсов. Я понимала, что мне нужно просто продать. Да. Без разницы, за какие деньги, мне просто нужно запустить курс, там, и, там, три человека, хорошо, отлично, давайте три, по 15, давай по 15. То есть ты не искала изначально какую-то цель прям заработать денег вообще? Ну, вообще этот проект, да, это творчество, это у меня зарабатывание денег. Последние несколько месяцев мы начинаем, ну, как бы, я могу нормально, там, не задумываться о том, сколько у меня, там, могу я заплатить, там, всем преподавателям? Ну, это уже я сейчас, как бы, спокойно на эту тему. Естественно, в начале были такие проблемы, там. А часто менялись у вас преподаватели? Нет, все, кто со мной вот изначально, то есть вот изначально начали со мной, два преподавателя они со мной до сих пор, просто штат увеличивается, увеличивается, находятся новые люди. Все-таки команда. Команда, команда. Поэтому я вообще, я считаю, что люди главное, основное люди, особенно в этом, да, то есть в каком, в таком вот преподавании. Это очень сложно. Да, и особенно вот… Энергию такую мощность выбирает. Ну, да, а еще мне постоянно, знаешь, вот эта борьба, вот это old school, когда приходят, знаешь, то есть старые закалки преподаватели, вот я знаю, я тут все хорошо очень знаю. Мне нужно наоборот, чтобы были на равном, обучение на равном, чтобы, ой, там, давай я тоже, я кайфую, хочу шить, там, ты тоже кайфуешь, хочешь шить, давай вместе, там, попробуем. Ой, там, я всегда говорю, девчонки, я с вами учусь. Мне на самом деле, ну, преподавание дает намного больше знаний вообще, то есть я учусь от девчонок, которые ко мне приходят, учусь, чтобы, там, какие-то психологические моменты, да, там, я вижу, как они между собой взаимодействуют. Понятно, что это такой прорыв в плане, ну, профессиональном в плане шитья. Идет группа, занимаются шесть человек, и я шью, там, шесть платьев, грубо говоря, ихними руками. Но я уже с ними, вот мысленно, уже все платья отшила. А ты на заказ тоже работаешь или нет? Ну, на данный момент у меня это пока что на стопе. Неинтересно. Пока на стопе, да. А до этого ты делала? Да, мы шили, да, платье, у нас было отелье, но сейчас пока что. А не будет такое шоу, коллекция показать? Вот это постоянный вопрос, все ждут коллекцию. Катя, когда это будет коллекция? Ну, пока что мне как-то вот это не... Интересно. Не то, что неинтересно, нет, это безумно классно. Я не чувствую, что я готова. Я не чувствую в себе, вот, ну, то есть, бывает, люди приходят и говорят, ой, я молодой дизайнер. Для меня настолько внутри планка, ну, дизайнера высока, ну, просто вот как-то я себе, видимо, так вот задрала, что вот я еще не готова. Чтобы, потому что... Надо чувствовать себя максимально. Ну, в общем, это мои, короче, проблемы, мои там, тараканы тут, вот, поэтому... Ну, пока что я не хочу, не вижу этого, не могу, и, в общем, пока что нет. Хорошо, а вот какие советы могут дать все-таки, наверное, больше женщинам и мужчинам, которые тоже иногда уходят с себя и что сделать? Ну, тут понятно, тут нужен талант, ну, какой-то, да, свою реализацию и усердие. Одно без другого никак. Ну, ты же сам знаешь, что нужно трудиться, реально пахать. Трудиться, пахать. И тогда будет результат. Нужно постоянно в одной концентрировать свое внимание в одну точку, ну, то есть, постоянно возвращаться к этому. Да, не хочется, но надо делать. А ты бы что посоветовала тебе? Вот, вот. Наверное, самое важное, берешь и делаешь. А это уже не важно, на самом деле, в каком ты городе находишься. Абсолютное согласие чувствуюсь своими словами. Ты просто взяла и сделала вообще, да? Но все-таки мы не услышали вообще секреты, как ты находишь людей. Что каждый месяц я часть своей прибыли я трачу на рекламу. И я как бы человек, ну, я юный предприниматель абсолютно. Я не знаю, куда вообще, какие каналы работают по продвижению. Поэтому я вот бью, как сказать, вот сегодня туда, а завтра вот туда, а послезавтра вот туда. Я попробовала всякие виды журналов, то есть я попробовала в одном журнале, в другом журнале, в третьем журнале. Реклама, да, какие-то там развороты, статьи. А много на рекламу уходит? Ну вот, у меня, допустим, до этого была такая сумма, что 30 тысяч ежемесячная минимум трачена рекламы. Это журналы, да? Они работают? Ну, нет, это не обязательно журналы, любая вообще какая-то, какой-то там. И я вот все-таки я пробую, там, то, там, продвижение в Инстаграме, таргетинговая реклама. Прекрасно, давай попробую, там, подписчики растут. Я вообще, честно говоря, ничего не знаю о продвижении, не знаю, как продвигать себя в Инстаграм. В мою личную страницу зайдешь, последний пост был пару недель назад, дай бог. Потому что мне некогда на это тратить свое время. Вот я вся вот погружаюсь в свою школу работу. Да, я там. То есть я вот сейчас с тобой, я буду с тобой. Я зайду в лабораторию, я буду полностью в лабораторию. Мне некогда даже, там, телефон в час, я пока тебя ждала полчаса. Ну, это я просто пораньше пришла. Вот, я там, да, зашла, посмотрела ленту Инстаграма. Я даже ни за кем не слежу. Мне просто, ну, как бы, некогда даже на это свое время тратить, что, там, ой, нужно прочитать пост, там, или что-то там. В общем, ну, не этот. Я вот думаю, что там нужно. Ну, наверное, реклама в журнале. Ну, давай. Ну, там, баннер, там, на улице повесить. Давай попробую в этом месяце баннер на улице. Ну, а в Сочи это все работает все-таки? Вот, какой я вывод сделала, вот, из всего вот этого? Что все работает? Все работает. Ну, вообще, то есть… Может, потому что это актуально все-таки тема, которая твоя? Ну, может быть, актуально. Ну, вообще, вот, любое тоже, там, бывает, там, дам баннер. Там, мне, там, два дня кто-то звонит, там, ну, допустим, 20 звонков поступило. Я, там, зафиксировала это, что от этого, там, потока мне пришло вот столько-то, там, лидов, да, там, вот столько-то клиентов. Все, хорошо. Там, проанализировала, думаю, ну, плохо, да, там. Но потом приходят люди и говорят мне, Кать, ты знаешь, я видела твой баннер. Я вот такая… Все, галочек поставила, да? Потом следующий, а ты знаешь, я видела твой баннер вот там, я такая… Все, окей. Потом, там, журналы, там, дала, там, журналу, там, одному, там, допустим. Думаю, фу, вообще, ничего, никак, ничего не почувствовала, там, телефон мой не стал разрываться, ничего. Потом раз, там, проходит, там, три месяца. Катя, ты знаешь, а я вот как-то там сидела, там, там, открыла этот журнал, и я позвонила благодаря вот этому. Я поняла, что, ну, как бы любой контакт, ну, любой вот этот вот… Любое продвижение, оно, в принципе, работает. Работает, да. Ну, то есть, понятно, что какой-то может быть лучше, какой-то хуже, но у меня вот как-то все так равномерно. Ну, вот есть же такая тема, что люди говорят, вот, это ничего не произошло, я на радио дал, никто мне не звонил. На самом деле же надо быть на слуху, просто произойдет такой миг, и мне сейчас вот надо, и я иду туда. То есть, все-таки ты была уже на слуху, потому что везде уже засунула рекламу, и тебя знали везде. Вот почему из Челябинска надо было все-таки уезжать сюда, потому что я тоже, я тоже оттуда. Откуда? Из Челябинска области. Откуда, точнее. Из города Мясо. Ты тоже из Мясо? Да. Ты из Мясо? Да. Бинго. Прикольно. Ты че вот покинула наш прекрасный город вообще? Не, ну я родилась в Челябинске, потом, значит, я до семи лет жила на ЧМЗ, ну, как полагается, очень хороший микрорайон, ну, в кавычках, вот, а потом, да, потом родители мои переехали туда, и я, да, в Мясо, и я там все свое, ну, как бы там, до окончания школы, и, да. Потом, вот, потом я вернул, ну, как бы поступила в Челябинский педагогический. Все-таки Урал захватил вообще в Сочи, да? Да. Вообще мощно. И опять сижу разговаривать с ним, ой, я Сверловс, там, ну, в Екатеринбург, там, все дела, там, и у меня вообще ко мне притягивается, Южный Урал, он меня не покидает. Ко мне все, там, допустим, мой администратор, она с Екатеринбурга. Просто прикольно что-то с Мясо. Да. Какая школа? Ну, я 19 в Кимназию заканчивал. Я когда уезжал, мне все говорили, вот, почему-то наши талантливые люди как раз уезжают из города, и, наоборот, они нужны, а, типа, вы такие предатели вообще, получается. А, вот, почему ты уехала? Ну, на самом деле дело было молодое, как бы, думаю, ой, типа, лето делать нечего, поеду-ка я в Сочи, развеюсь, ну, там, все дела. Не Москва, а именно Сочи? Да, ну, как бы, лето же было. Ну, что-то в Москве. Ну, вот и все. Приехала. Я не и не была там, что я, там, тут останусь жить, там, или, там, все. Я просто приехала отдохнуть, познакомилась с мужем, осталась. Круто. Мы узнали, что это очень круто, вообще, что Мясо вообще. Все-таки притягиваем друг друга все. Вот, я бы хотел, чтобы ты тогда пожелала нашим, наверное, миасским тоже, ребятам, которые хотят переехать, что им делать, какие-то, ну, мотивационные, как бы, вещи, потому что ты, как человек, уже прям мотиватор, и что, не останавливаешься, такая веселая, активная, и что-то пытаются делать в Сочи. Пробуйте, рискуйте, работайте, просто захотите. Главное, сильно захотеть, и у вас точно, абсолютно точно все получится. И все. Просто сделать, как ты сказал. Да. Возьми и сделай. Возьми и сделай. Спасибо всем большое. Екатерина тоже просто очень крутая мотивация. Сто раз крутой. Спасибо всем. Прислушайте все советы, которые вам дали, и дерзайте. Сочи – это такой же доступный город, как и все другие города. Просто пейте и делайте. Спасибо всем.